Добро пожаловать в мамину школу! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Детские страхи могут превратиться в недетские проблемы, если вовремя не прогнать их из жизни ребенка. Как это сделать? Ищем ответы. А в конце нашей программы продолжение мультфильма «Было лето». Говорят, что страхи – это защитная функция организма. И чтобы выжить, мы должны испытывать страх. Все верно, но где разумные границы этого страха? И что делать, если страх, может быть, и помогает выжить? Но он же начисто отравляет эту жизнь. Почти все помнят свои детские, леденящие душу в страхе. И знаете, что самое ужасное? Почему детям тяжелее переносить свои страхи? Да потому что этот мир еще не так знакомым, как нам, взрослым. И главное, на мой взгляд, дети боятся говорить откровенно о своих страхах, боятся быть непонятыми, осмеянными. К психологам часто обращаются родители с проблемой детских страхов. Поэтому сегодня гость маминой школы – детский психолог Лариса Захарова. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, являются ли страхи закономерностью? Или все же они говорят о каких-то проблемах с психикой? Вы знаете, вообще-то у детей в разном возрасте возникают те или иные возрастные страхи. Страхи бывают разные. Вот некоторые действительно возрастные, которые ребенок как-то прорабатывает сам и растет уже дальше. А есть страхи, которые действительно являются сигналом о том, что не все благополучно. То есть у психологов есть, ну как сказать, четкое разделение на возрастные страхи и невозрастные. То есть если ребенок боится темноты, например, в 2-3 года это нормально, а если в 6? Ну, вообще-то темноты считается по возрасту в пределах нормы как раз лет до 5-6 еще, да, когда ребенок боится темноты. А вот дальше уже надо смотреть, насколько сильно боится, да, насколько может себя преодолеть в этом, что он делает, когда боится, как себя ведет. Какие еще вот страхи есть, если их можно назвать возрастные? Ну, если смотреть вот так вот по развитию ребенка, да, в более младшем возрасте ребенок боится резких звуков, где-то громких звуков, да. Это вот где-то в 6 месяцев до года самое характерное. Потом приблизительно в год ребенок уже может бояться, например, да, незнакомых людей где-то. И это как раз вот считается в данном возрасте даже признаком интеллекта ребенка. То есть он отличает своих от чужих и, естественно, по-разному себя ведет с посторонними и со своими. Тоже это считается закономерной страхи. Дальше вот идут, да, действительно, страхи темноты, страхи быть отверженным мамой, остаться без мамы, если мама там внимания не уделяет. Как раз где-то годиков три это тоже совпадает с кризисом трех лет возрастным. Это все как бы взаимосвязано тоже бывает. И идут потом уже более четкие такие вот выраженные по возрасту страх темноты. Вот где-то в 5-6 лет это бывает характерно. Но, как правило, ребенок должен в норме, да, эти страхи в себе проработать и вот как-то перерасти их, да. А к 7 годам наиболее характерным и частым встречается страх смерти у ребенка, когда он задумывается уже. Опять же, связано с возрастным кризисом, да, и ребенок уже новые вещи какие-то переосмысляет. И уже задумывается о том, а что же дальше, а как же я буду. То же это все, если с ребенком грамотно это обсуждать, это все прорабатывается и не мешает развитию, а даже помогает что-то переосмыслять. Лариса, то есть мы определили основные страхи, такие, как мы их называем, закономерными, да? Да. Ну вот скажите, стоит ли потакать этим страхом? Ну, в смысле, боится темноты, но не выключает там, я не знаю, лет до 8 свет, да? То есть 8 лет уже не должно быть этого вроде бы как страха. Вот как с ней? Такий момент очень. Здесь надо очень внимательно родителям смотреть, быть очень чуткими, потому что ребенок, ведь ему же страх, это неприятное чувство. И если ребенок в состоянии его преодолеть, он старается преодолеть, да, и надо помогать где-то, где-то поддерживать, где-то хвалить. Но встречается при этом и другая ситуация, потому что под страхами иногда скрывается демонстративность. Ну, это тоже встречается, я как психолог могу четко сказать, что встречается, родители приводят, у ребенка якобы страхи, а на самом деле это не страхи, на самом деле это ребенок привлекает к себе мамино внимание. И как таковых страхов нету. Есть определенные индикаторы, тесты, которые вот смотрят, да, и действительно боится ребенок. Или он уже делает вид, что боится, я закричу, а мамочка подбежит и конфетку даст, по головке погладит, сказочку почитает. Это надо тоже смотреть, эта демонстративность, она же тоже неспроста бывает, да, это означает, что ребенку не хватает где-то внимания, может быть, взрослых. И так как страхи, это такое вот яркое проявление, то ребенок, даже сам того не осознавая, вполне возможно, что так вот маскирует якобы за страхами свою какую-то нехватку внимания. То есть делаем вывод из нашего разговора, лет до шести детям присущи многие страхи, мы должны это четко понимать и относиться с пониманием. Да, психологами изучено, есть масса книжек, масса табличек, в которых четко там написано, какие страхи, вот они возрастные являются. И зная об этом, воспринимать это, что тут возрастные особенности. Да, с пониманием и обязательно ребенку внушать, что ты, ты сейчас тебе трудно, а потом у тебя все получится. И на самом деле, вот, ты справишься. Но не говорить ему, что эти страхи, они так вот, как бы не важны. Для ребенка они важны. Вот что самое главное, нужно родителям не забывать. Конечно, они важны для ребенка. Это мы уже, взрослые. Да, мы переросли уже. Да. И как еще мы можем помочь ребенку? Вот четко проговаривать страхи. Можно эти страхи, есть такая методика известная, да, которые нарисованы. К ним пририсовывать что-то, какие-то придумывать с ними истории. Тоже ко мне приводили девочку-школьницу, которая вот боялась резких звуков, там, пылесоса. И буквально заодно два занятия, прорисовав страшный пылесос, ревущий, мы придумали про него несколько историй. И девочка с ним уже подружилась. Мама с радостью рассказывала, что девочка убирается сама уже в квартире. И, то есть, ничего такого уже запредельного она не видит. То есть, еще пугает вот неизвестность какая-то, да, когда ребенок даже боится думать об этом. И сам себя, получается, ставит в такие вот жесткие условия. И ему трудно это перерастать, не говоря об этом. Психологи советуют рисовать страхи, проигрывать страхи. Вообще, мне нравится сама постановка вопроса. Со страхами можно играть. Думаю, детям эта идея тоже понравится. Важно вывести ребенка на разговор о страхах. Хорошо, если разговор этот происходит в игре, когда детям приходится говорить не о себе, а о каких-то вымышленных героях. Именно такой прием используется в куклотерапии, когда с ребятами просто-напросто проигрываются разные страхи. Вот, например, сейчас педагоги-психологи проигрывают сценку, где два мальчика остаются ночевать в саду, в палатке, одни. А Петьке что-то не спалось. Он ворочался сбоку на бок, и в голову его лезли самые-самые тревожные мысли. Еще что ему могло казаться? Что сейчас придут террористы. Что террористы придут? Ой, не дай бог, да с автоматами. Так, еще что ему могло казаться? Что сейчас начнется война. Так, война, что начнется. Еще давайте мальчишку придумать. Ну, кто-нибудь другой еще придумал. Вань, что ему еще могло... Подожди, страшное. Что еще ему могло страшное привидеться в темноте? Черепушка, которая горит с глазами. Черепушка с глазами, которая горит. Как у бабьи. Сейчас придут скелеты. Скелеты. Слышите? Вот они все, социальные страхи на лицо. Вот о чем думают порой по ночам наши дети. А мы и не подозреваем. Он подумал, ну все, точно террористы. Сердце у него ушло. Повторила все? Скелеты. Нет, наверное, скелеты подумал. Террористы так не будут стучать. Конечно, история закончилась хорошо. Вместо террористов в траве оказался ежонок. А ребята уже смеются над страхами. Смотрят на эти страхи сверху вниз. Высоты боишься? Ну да. Ну, это снится, что я падаю все время. Бывают страшные сни снятся. Ой, мне в детстве тоже очень часто страшные сны. Кстати, тоже снились, что я... Мало того, что я падаю, что мне нужно с высокого дома спуститься вниз. Причем без лестницы, без всего. Вот просто как-то вот сползти вниз. Это вот у меня чувство ужаса было. Это я помню. Я помню. Это я чувствую, что падаю и просыпаюсь. И мы снился этот островок маленький. И чувствую, что этот островок все меньше и меньше и меньше. Пускается под воду. И чувствую, что все, сейчас упаду. Утону. Утону. Просыпается. А Таня, маленькая сестра, его двигает с кровати. Ну, как бы от детских страхов не стоит отмахиваться. И тем более не стоит стыдить ребенка, особенно мальчика, за то, что он чего-то боится. Наоборот, надо подчеркивать, что боятся все и я, но всегда можно этот страх преодолеть. И если ребенок преодолевает или на пути к преодолению страха, как мы говорим всегда, его обязательно надо закрепить похвалой. А что вам мешает играть со страхами? Ведь именно в игре ваш ребенок справится со многими страхами. Потому что главное условие победы – знать врага в лицо. До сюжета мы обсудили страхи, детские страхи, которых действительно не стоит бояться. И мы знаем, что это безопасные вещи и явления. Да, это правильно. Вы сказали, страхов действительно не стоит излишне бояться. Это то, что является... Да, но это мы знаем четко про то, о чем мы говорили. Страх темноты, даже страх смерти сюда относится. Ну, если это объяснить ребенку и воспринимать, когда продолжение, может быть, там, будущей жизни. Ну, это уже более такое. Но вот как быть со страхами современными? Ведь сегодня новости – это сплошной фильм ужасов. И дети наши начали бояться, и террористов. Но мы сами боимся уже этого всего. Ну, я как психолог и как тоже человек хочу сказать, что, что касается телевизора, новостей, есть кнопка «Выкол». Вот в плане новостей обязательно нужно знать, что это не полезно не только для ребенка и для взрослых. Иногда вот то изобилие информации нужно фильтровать, конечно, стараться. И очень много еще, конечно, вот в плане того, что делается для детей, очень много страшного показывают в мультфильмах. То, что вроде бы смешно, вроде бы все эмоционально реагируют, но если ребенок чувствительный, восприимчивый, у него это вызывает страхи. Тоже ко мне приводят детей со страхами определенных мультиков, определенных героев. Хочу еще вам рассказать, что я езжу в садики, разговариваю там с педагогами, и говорят, что очень обострились страхи в садиках в последние годы. Это как-то становится проблемой. И игрушки детские тоже провоцируют страхи. Как много сейчас действительно ужасающих роботов, там, многоруких, как много сейчас всякого там оружия тоже, да. Я не говорю, что нужно исключить вообще там для мальчиков оружие. Это как бы присуще вот ребенку-мальчику играть там с мячами, с пистолетами. Но то изобилие и та форма, в которой они преподносятся сейчас, это, конечно, для психики не полезно. И надо очень быть бдительными родителям, чтобы не спровоцировать у ребенка появление страхов. Нет еще такого фундамента у ребенка, чтобы вот как-то проработать. А ведь страхи, бывает, завораживают. То есть это состояние эмоциональное, вот он его испытывает вновь и вновь, да. И это тоже не полезно, потому что это расшатывает нервную систему в дальнейшем. Даже если ребенок говорит, что ему это нравится, но вы видите, что он от этого перевозбуждается, и у него какая-то тревога появляется, да, в поведении, в характере, плохо засыпает, что-то становится какой-то вот тревожной, то обязательно смотрите, что он смотрит, во что играет. И фильтруйте это, ограничивайте. Да, все-таки обязательно нужно ограничивать, да, ведь те объяснения, что мы живем в современном мире, и ребенок должен знать, это они же в корне неправильны. Ну да, потому что есть же своя индустрия, к сожалению, для которой выгодно, чтобы покупалось это все в больших объемах, огромных, и что сейчас, и костюмы, и какие-то спецэффекты, чего только нету, ведь игрушки, там целый мир отдельный. Страшное дело, я в руки-то их боюсь брать. Бесконечное, бесконечное множество. Поэтому и говорится, да, а есть же вещи полезные и вредные, вы же не станете, допустим, ребенку есть давать все подряд, например, да, или если ребенок хочет пальцы совать в розетку, вы же не разрешите ему этого, то есть есть вещи, которые нельзя. Удивительно, почему родители покупают такие игрушки. Ну бывает жалко, а вот он просит. Ну просит, да. Да, и самое интересное, что сначала это незаметно, что ребенок страхи испытывает. Лариса, ну скажите, а если те же игрушки и те же мультфильмы он увидит лет в 10-12, это уже другой эффект будет, правильно? Уже не такие страхи. Я думаю, что да, и, во-первых, ему, я думаю, не будет уже настолько это интересно. Да. Если ребенка воспитывать правильно, он увидит, что уровень-то этого всего, оно хоть яркое и привлекательное, но уровень-то низкий. Это смех, ну такой, как бы, не очень, что называется, как бы, культурного уровня хорошего, да, недостаточного. Конечно. То есть сам сделает выводы уже, да. Страхи будоражат фантазию. Фантазия будет воображение, или наоборот, но главное вовремя направить это воображение, в котором уже не будет страхов, в нужное русло, стать писателем, например, или режиссером. Вот такую подводку я сделала к следующему сюжету, точнее, к продолжению мультфильма, который мы начали смотреть в прошлой программе. Я искренне считаю, что качественная, добрая анимация способна лечить страхи и дает правильную модель поведения. Вот и героиня мультфильма тоже и где-то боялась, и где-то стеснялась дружить с лягушонком, но данное ему слово нарушить не смогла, и вот что из этого вышло. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жить рядом, есть рядом, спать рядом Я знаю, ты не лягушонок Ты заколдован Я могу тебе помочь? Где ты? Где ты? Я здесь Мальчик, девочка, подружка Все забудут о лягушке Валентин? Вот такое было летом Еще хочу вернуться к началу нашего разговора Все-таки, если ребенок Восемь лет, ну ни в какую не остается дома один Но он должен же оставаться дома один Что делать? К психологу идти? Или вообще-то, не знаю, взять и оставить его одного? Или такие резкие методы нельзя применять? Резкие методы, конечно, нежелательно применять Потому что, ну, как сказать Тоже, если действительно это сильный страх Он же может перерасти в невроз Да, ну, это естественно, что никому не полезно Ни взрослым, ни ребенку Это истощается нервная система А вот увидеть причины страха Страх – это поведенческая проблема За ними все что-то стоит Причины страха Боится за маму Или боится Чего и почему боится оставаться один? Что вот психолог может подсказать? Или вы сами увидите Может быть, дать ему какое-то увлекательное занятие Чтобы это было незаметно Может быть, сначала на короткое время оставить Отойти к соседке, например Для тренировки Но вот в данном случае Такие шоковые методы, конечно, не полезны То есть главное понять причину Вы можете понять сами Обращайтесь к психологу Но работать с этим нужно Спасибо, Лариса, за интересную беседу Надеюсь, встретимся с вами снова в маминой школе Спасибо вам, Наталья Будьте внимательными к своему ребенку Вдруг его одолевают какие-то страхи А вам и не в домек Согласитесь, наш с вами недостаток в том Что мы забываем То, что нам сегодня с высоты лет Кажется несерьезным Наших детей терзает не по-детски И только мы В силах им помочь сейчас И главное в воспитании детей Быть с ними рядом Присылайте, пожалуйста, вопросы Которые вы хотели бы обсудить В наших следующих программах По почте или на электронный адрес А я прощаюсь с вами До новых встреч в маминой школе